всем привет в нашей виртуальной студии команды сил квик меня зовут николай шмачков в гостях мой коллега александр привет и сегодня мы не просто поговорим мы откроем новую нашу виртуальную рубрику она будет называться seo кузня если до этого весь контент который делал был предназначен больше для владельцев сайтов то есть люди которые занимаются сайтами здесь мы чуть-чуть приоткрываем внутреннюю кузню нашу как мы работаем что мы делаем и конечно же поделимся лайфхаками и наработками по разным темам это будет серия подкастов поэтому не забудьте на нас подписаться следите за нами в телеграме когда у нас выходит уведомление о новых подкастах можно в youtube студии смотреть выйдет потом видео версия этого подкаста именно со звуком то чтобы если кому-то неудобно слушать подкасты на устройствах можете его прослушать на ю тубе и сегодня мы конечно же поговорим именно поговорим о самых ключевых проблемах и первая тема которую мы хотели бы рассмотреть сегодня является проблемой сканирование обработки больших сайтов причина с чем мы столкнулись к нам последнее время начали приходить действительно многие крупные украинские проекты это интернет-магазины или огромные порталы и эти порталы являются действительно сложными по анализу потому что анализировать сайт на пятьдесят сто страниц легко когда ты анализируешь сайт на десятки тысяч страниц сотни тысяч страниц у тебя всплывают определенные проблемы и хотелось бы конечно же сегодня затронуть эту тему как мы работаем конечно же с этими сайтами это будет у нас формате диалога я буду такие вот задавать текущие проблемные вопросы которые есть все у специалистов по этой теме первая проблема это выбор инструмента для анализа этих сайтов саша специализируется именно на анализе на техническом аудите и вот может поделиться вот условно говоря какие вот инструменты хорошие какие плохие вот вспомни как когда к нам приходили разные проекты с какими мы реально проблемами сталкивались ну проблема сканирования больших сайтов всегда была и к счастью или к сожалению рынок предлагает большое количество инструментов для сканирования сайтов различных размеров есть условно бесплатные есть платные и тому подобное если к примеру тому что мы больше всего используем то как правило это screaming fruit самый оптимальный вариант в силу того что им удобнее всего пользуется потому что он удобно позволяет выгружать ошибки и с ними работать в excel таблицах чего многие сервисы другие не дают а мы также в своей практике использовали различные сервисы типа c-рэнкинга 7 russia на пик спайдера даже сайт чекер и прочее если говорить об версиях таких сервисов то у них проблемы заключается в том что они все классно сканирует не перегружая сайт и и прочее но форматы в которых они выйдут ошибки крайне неудобны для того чтобы с ними работать единственных плюсы это красивый pdf отчеты но работа с ошибками это проблема потому что формат выброски неудобно да вот собственно яркий пример вот есть классный сервис мы купили сервис 7 rush мы работали с ним три месяца три месяца мы пытались сделать на нем действительно хорошие удобные понятные клиенту и программистам отчеты но все сводилось к тому что нас просили расписать ошибки при этом сервис генерирует аудит просто на подробнейший с кучей описанием как он должен быть сделано и все тому подобное но программистам неудобно оказывается работать с pdf документами такая вот особенность поэтому если вы до сих пор думаете что вам достаточно отправить pdf отчет с техническим аудитом и разработчик за него возьмется и легко исправит у меня для вас очень плохие новости это не сработает получите сообщение за что мне хвататься приоритеты мне неудобно работать как мне с этим документом работы как и отчитываться что исправил что не исправил вот это первое что будет то есть программисты не хотят работать с pdf отчетами это проблема номер один вот этих всех тулов поэтому скримин фроки выходит на первое место потому что он работает по другому принципу он не генерирует красивые pdf отчеты которые нужны просто чтобы замылить глаза и сделать что-то там руководителю что вот мы аудит сделали а он фактически показывает здоровье сайта распределяя ошибки по приоритетам до девятнадцатая версия которая вышла уже сейчас она и более ранее умела на умеет отлично распределять задачи по приоритетам и вы можете видеть какая ошибка условно говоря имеет какой приоритет с точки зрения продвижения другой платный сервис который мы использовали он выделяется на фоне того же скримин фроза насти ранки да сиранкинг он мне нравится по одной простой причине теперь проблема pdf отчет не подходит мне нужны выгрузки есть возможность дать гостевой линк и поэтому гостевому линку программист может при желании выкачать все нужные ему таблицы прямо в режиме онлайн то есть он видит этот отчет прямо в режиме онлайн у сиранкинга в этом есть определенный плюс но как мы говорили тема нашего подкаста это большие сайты и сиранкинг с большими сайтами может не справиться точнее так вы с ними справиться но проблема в том что вы конечно же выбираетесь и лимиты вашего тарифа и соответственно для большого количества страниц нам нужно докупать докупать и докупать это не дешевый кул при этом с кеме срок позволяет сканить сайты любых размеров лишь бы вам позволяло железо вашего компьютера собственно говоря и память первое что вам нужно вообще разобраться как использовать полноценно скримин фрок когда вы заходите в крал конфиг это настройки вашего краулера не забудьте поставить галочки все галочки в разделе extraction но чем больше вы поставите тем вам лучше потому что ваш аудит будет более полным не забудьте посмотреть в в разделе краул ресурс линкс и пейдж линкс и тоже проставить галочки где вам нужно но смотрите внимательно какие ссылки вам нужно сканировать какие не нужно например внешние ссылки можно не ставить галочку фола в экстерном фолу потому что вы тогда будете уходить там соцсети куда угодно другие сторонние ресурсы в этом плане тоже надо смотреть внимательно флангами тоже то есть нужно краулить и тоже сохранять информация найденных и планах проверять рабочие они или нет это тоже нужно не забывать галочка все это настраивается перед запуском скриминга просто зайдите в настройки конфига посмотрите какие галочки стоят какие не стоят и конечно же обратите на это внимание то есть на это поставить галочки нужно второй момент это довольно самая популярная ошибка это помать мы с этим столкнулись помнишь как ее настраивать да без условно когда вы сканируете скнеж lemingfo он помню только во вставной деле он по умолчанию пишите данные в оперативную память для небольших сайтов это идеальное решение потому что сканирование сайта проходит намного быстрее но опять же когда вы сталкиваетесь с огромными сайтами к сожалению у вас очень быстро переполниваем и вы получите сообщение о том что сканирование не завершена и вам нужно поменять хранилище для данных которой вы сканируете и вам нужно зайти на устройках памяти и выбрать что вы должны сохранять на жесткий диск, а не в оперативную память. Тогда это вам позволит сканировать сайты огромных размеров. И самое интересное, они всегда после сканирования будут сохраняться. Вы без проблем сможете их открывать. Пайлы, которые уже были готовы с результатами вашего сканирования. Смотрите, когда вы работаете с хранением на жестком диске, Screaming Frog рекомендует использовать SSD. Но SSD на большинстве ноутбуков, они маленькие. Может, каких-то современных уже побольше, но не маленькие. Размеры скана сайтов могут заходить за десятки гигабайт. Это тоже учтите. Это информация, что каждый такой крал сохраняется, он тоже десятки гигабайт может весить. Поэтому моя рекомендация была бы это, конечно же, для скана использовать, скорее всего, даже не ноутбук больших сайтов, а стационарный компьютер с большим SSD-диском. Это реальная рекомендация, потому что он и сканит быстрее, и не тормозит, и данные хранятся. Вы не столкнётесь с тем, что у вас просто память закончилась. Конечно, потому что даже мой последний сайт, который сканирован, в районе 30 гигабайт были. Соответственно, для SSD это приличный размер. А если у вас еще несколько проектов, то понятное дело, что при повторном сканировании вы будете стыкаться с этой проблемой постоянно. Кстати, еще один интересный момент у ScaminFrog, что он позволяет так же самое, как и дорогие сервисы, подключать Search Console, Google PageSpeed Insights, Google Analytics и прочее. То есть, и тянет отсюда данные. Просто вам нужно будет татаризироваться в своих аккаунтах, соответственно, пересканировать, и оно подтянет всю необходимую вам информацию. По поводу PageSpeed Insights, обращу внимание, там нужно приписать API. API этот можно получить довольно-таки непростым способом. Нужно в Developer Tools, в Google, создать себе приложение, получить этот API для PageSpeed. И вот ваш этот API для PageSpeed, его указать там, потому что вам его никто не даст. Он генерируется для вашего аккаунта Google. Там вы создаете приложение, добавляете себе все эти API, и вот там вы создаете эту API для Search Console. Но нужно понимать, что у этого API есть ограничения на 20 тысяч страниц. 20 тысяч страниц, как правило, достаточно, чтобы понять, какие проблемы на вашем сайте, что конкретно его тормозит. Но если вы хотите сканировать весь сайт целиком, и вам лимит 20 тысяч мешает, то, соответственно, вам просто нужно делать перерывы, потому что это 20 тысяч дается на сутки. Search Console и Аналитика добавляются обычным, вы залогинились, указали аккаунт. Ahrefs API. Ahrefs API тоже очень нужно, потому что позволяет взять дополнительные ссылки из метрик. Там еще и Moz API можно добавлять, и Majestic API. Вы их получаете, если у вас есть оплаченный аккаунт, вы можете зайти в настройки своего аккаунта и, конечно же, указать их в Screaming Frog. Взяли свою опишку своего аккаунта и указали, и оно будет снимать тоже эти метрики. Что будет, если вы не используете эти настройки? Что вы получите, если вы не используете? Если не ошибаюсь, стоит вам не указать Search Console и Аналитику, вы не получите информацию о сиротских страницах вообще никакую. Вот просто. Отчет по сиротским страницам, он вам, по-моему, не покажет, если вы не подключите эти метрики. Он покажет страницы, которые считаются сиротскими, только исходя из сайтмапа. То есть с Google Search Console он не подтянет данные. Соответственно, вы когда выбрузите отчет по сиротским страницам, у вас будет написано в разделе Source, что просто это сайтмап. И все. Больше ничего. Да, также он позволяет фактически Screaming Frog выловить страницы с нулевым трафиком. То есть это зомби-страница. Зомби-страница. Да, вот можно зомби вытащить. Поэтому в этом плане этот инструмент однозначно must have. Без него вообще вы никак не столкнетесь. Вот мы как раз и перешли ко второму моему вопросу, который мы хотели. Это большие типы ошибок, которые вы найдете при сканировании сайтов. Когда вы сканируете большой сайт, какие типы ошибок у вас чаще всего будут? Ну, по моей практике, если не ошибаюсь, самыми проблемными ошибками является это, когда у тебя на большом сайте ты начинаешь искать страницы, ты находишь огромное количество страниц, если не ошибаюсь, вот этих вот, которые фильтры страниц, параметры страниц, которые вот генерируются, и они закрыты от индексации. И они могут очень сильно засорять тебе фактический анализ. То есть большинство вот таких вот внутренних страниц, которые создаются за счет плагинов, за счет каких-то плагинов-фильтров, могут попадать в этот анализ. И из-за этого ваш отчет очень сильно разбухает. Вот еще, как правило, на таких страницах не заморачиваются с контентом, не заморачиваются с метатегами, и, соответственно, вы получаете либо отсутствие метатегов, либо отсутствие контента, либо длинные теги, длинные тайтлы, дескрипшены и прочее. Соответственно, это все засоряет ваш отчет. Эти страницы вам могут быть как не нужны, так и нужны, но при этом вы по-любому будете видеть в отчете об ошибках, потому что на них ошибки будут по-любому, если вы не уделяете им должного внимания. Наверное, вторая самая популярная ошибка больших сайтов на моей памяти – это дубли. Дубли всего. Дубли тайтлов, дубли контента, дубли дескрипшенов, дубли других заголовков. Причина простая, что большинство страниц, когда создаются, то есть они обычно либо не имеют контента, либо генерируется этот контент каким-то плагином. И какой-то плагин может создать просто стандартное название H1, тайтлы могут быть просто подставлены шаблоном, из-за того, что некоторые товары, некоторые услуги названы одинаково, может просто генерироваться везде абсолютно одинаковый тайтл. Да, либо он часто берет метатеги материнской группы просто, и все. И ты получаешь просто огромное количество страниц с параметрами, которые просто являются дублями по метатегам материнской группы. Ну и, соответственно, они, конечно же, не ранжируются нормально. Много того, что это параметры, так еще есть такие метатеги метод вероятности попадания в индекс крайне мало. Третья популярная ошибка, скорее всего, по большим сайтам – это проблема, как можно сделать сайт в два раза больше. Это добавить языковую версию. И, наверное, третья самая большая проблема – это ошибки языковой версии. Причина простая. Когда вы анализируете сайт на 50 страниц, 40 страниц, ошибок языковой версии может быть 50. Если у вас сайт на миллион страниц, у вас ошибок по языковой версии будет 2 миллиона, 3 миллиона, в зависимости, сколько у вас языков. И вот этот нюанс тоже бывает, когда на языковой версии одной прописаны метатеги, на второй нет. И ты понимаешь, что на всех страницах второй языковой версии метатеги не прописаны. Ничего нюанса бывает тоже, когда сайт большой, это когда частично контент не переведен. Вот во второй языковой версии у тебя просто непереведенный контент попадает, и он везде идет ошибкой на всех страницах. Кстати, о языковой версии хочу сказать, что самая частая ошибка при использовании мультиязычности это является отсутствие обратных ссылок. Соответственно, наша каждая ссылка должна иметь обратную ссылку на языковую версию. И очень часто их не прописывают, просто забывают. При прописывании это надо использовать для требования хреблэп. Также очень часто могут ставить обратные ссылки, которые являются не каноническими. Обратные ссылки должны быть каноническими, это важно. У них каноника должна быть прописана тоже сам на себя. Да, и получается, что проблема, которая всплывает, она, я же говорю, на больших сайтах умножается на количество страниц, потому что у вас допущена одна проблема, а в отчете у вас миллион страниц с одной проблемой. И когда вы смотрите, у вас миллион страниц с ошибкой. А на самом деле, здесь как в анекдоте, нужно просто правильно постучать молоточком, чтобы эти все проблемы решились. Это из таких фундаментально популярных проблем, с которыми точно вы столкнетесь, когда будете работать. У вас будут огромные отчеты, огромные, но у вас будет проблема в том, что ошибка одна. И самое забавное, что когда вы будете потом листать этот миллион страниц, где-то 3-4 строчки, у вас будет другая ошибка. И ее можно просто пропустить. И поэтому, просматривая этот миллионный отчет из кучи страниц, его нужно вам научиться сортировать. По типам ошибок как-то научиться их сортировать. Здесь помогает Excel. Вы можете просто типовые страницы с одной ошибкой скрыть, посмотреть, какие остались. Поэтому работа в PDF неудобна тем, что она не позволяет нормально сортировать. Вы просто видите ссылки, а никак не можете их структурировать по ошибкам и прочим. Поэтому Excel – это приоритетный вариант для работы. Как программиста, так и соошника. Ну и еще такая вот напоследок, если забить гвоздик в эту тему. Иногда бывает, что в отчете у вас 4 разных типа ошибки, но генерирует их одна проблема. Вот такое бывает. Может быть, оказаться, что у вас одна страничка, ты правильно сказал, про canonical в языковой версии. А потом узнаешь, что эта страничка canonical попадает в карту сайта. Одна и та же, которая неправильно прописана, попадает в карту сайта. И у тебя проблема в сайт-мапе, и у тебя проблема в атрибутах хрифлан. А еще какая проблема, что прописывают обратную ссылку, вроде бы корректно, каноническую. Но при этом потом эта категория, либо товар, она как бы закрывается, и делается редирект, соответственно. И эта ссылка получается обратная, которая уже редиректует. Это тоже является ошибкой, не могут этой обратной ссылки быть редирект. Вы тоже получите огромное количество сообщений таких, потому что у вас на всех страницах языков есть, где использовалась эта ссылка, будет такая проблема. Вот мы и тоже сталкивались с нюансом, когда Прогер настроил редирект таких типов страниц на такой тип страниц. И у тебя из-за этого ломалось практически полностью сайт-мап, и в сайт-мапе попадали все странички 301. А на самом деле их не нужно по одной исправлять, нужно найти корень зла, условно говоря, и найти его где-то. Это строчка одна, которая генерирует одно в другое. И вот здесь одна проблема с SEO-шником заключается в том, что им нужно донести кодерам, чтобы они, прежде чем решать проблему, изучили, каким образом она появилась. Поэтому, давая вот этот огромномиллионный отчет, вы можете предположить, где кроется проблема. Но только кодер может ее найти, потому что мы пытаемся чинить автомобиль, смотря на капот. Мы не лазим туда вовнутрь. Сложно еще кодерам донести, что это ошибка. Они не видят проблемы 301 страниц, допустим, сайт-мапе, или не видят проблемы 301 страниц в качестве обратной ссылки. Для них это нормально. Ну, ссылка есть, ссылка есть, она работает, редиректы, все хорошо. А то, что там должны быть только 200 страницы, ну, которые дают 200 ответ, им это сложно объяснить. Ну, из таких вот интересных вопросов, которые я бы еще хотел на эту тему зацепить, с ошибками, или у тебя есть еще идеи, пока я тут как раз у меня вот следующие вопросы хотел озвучить? Ну, наверное, я просто зацеплю только момент, который присущ тоже большим магазинам. Это время сканирования сайта. Вы должны понимать, что если вы будете сканировать большой сайт, и у вас еще большая посещаемость, если ваш сайт популярен, то, скорее всего, на него будет очень сильная нагрузка. К примеру, мы уже столкнулись с тем, что мы сканировали большой интернет-магазин, и сайт просто лег. Ну, не потому что мы его перегрузили, а потому что у него еще большая посещаемость, и, соответственно, он перегружен. Самый оптимальный вариант сканирования – это сканирование ночью, часов 12 до самого утра, то есть период, когда количество покупателей на вашем ресурсе минимально. Мой совет вам, чтобы вы не ночевали на работе, использовать компьютер, который всегда включен, заходить на него через AnyDesk, все заготовить на работе, нажали – включить. Утром проснулись, видите, еще сканировать, нажали – на паузу. Работайте, занимайтесь своими делами, вечером уходите с работы, нажимайте – включите его просто, и все. Через AnyDesk можно прямо с телефона зайти, или дома с планшета, с ноутбука зайти, запустить его в нужное время, ставите себе на часиках таймер, и все. Да, важно понимать, что весь этот слов, который сканировал сайт, он позволяет ставить на паузу, а затем продолжать. Вам не обязательно начать сайт и закончить. То есть вы можете это делать в любое удобное для вас время. Ну, желательно, конечно, в этот период не носить каких-то изменений в сам сайт, для того, чтобы не было потом у вас дополнительных ошибок, либо он не учел ошибки, которые вы сделали, когда начали вносить новые изменения. Вот теперь у нас еще такой вот вопрос, вот как подготовиться к этому сайту, ну, к сканированию сайта. Вот ты правильно сказал, это выбор времени, настроить все хорошо в том же скриминге. Подключить API, указать в хранилище жесткий диск для SSD, чтобы вы потом не пришли внезапно утром и поняли, что ваш сайт не сканировался. Не забудьте подключить словари по умолчанию, выбрать язык сканирования по умолчанию, он тогда вам и орфографию даже проверит. Там можно добавить термины при желании, если сильно так заморочиться, чтобы он их игнорировал. Да, кстати, вы в крауле также должны указать сканирование, проверку микроразметки, допустим, схемы орг и JSON-LD обязательно. Он вам выведет ошибки, которые у вас есть, и выведет страницы, на которых отсутствуют микроразметки. И, конечно же, вы можете еще просканировать контент. Он вам покажет полные дубли, а также близкие дубли, у которых схожие с контента более 90%. Вы должны понимать, что, как правило, в такие разделы, в такие ошибки попадают страницы, на которых просто очень мало контента. Это могут быть категории, в которых, допустим, h1 одинаковые примерно, а то есть небольшая разница. Это миксеры могут быть одного бренда, миксеры другого бренда, и у них нет нормального описания, либо описания из двух слов, соответственно, вы эти страницы будете видеть вне duplicates, которые, типа, близкие дубли. Поэтому наличие таких страницов в разделе не гарантирует вам, что это именно дубли, но обязательно нужно посмотреть, потому что туда тоже попадают страницы с бедным контентом. Также low-content pages, они называются в скриминге, если вам интересно. Абсолютно точно. Вот как раз вот именно, если вы будете смотреть duplicates и не duplicates, сразу смотрите, что это за страницы. Если вы видите, что таких страниц огромное количество, а вы не будете заниматься их в ближайшее время созданием, как сказать Google, чтобы, условно говоря, он на них не обращал внимания? Поставьте canonical на материнский уровень вверх. И все, то есть не парьтесь. Google ее будет периодически сканировать, периодически заходить, но в выдаче он ее показывать не будет стараться, потому что она пустая, на ней нет контента. Это как раз касается категорийных фильтров у большинства страниц. Их можно просто канонизировать на верхний уровень материнский, пока вы за них не возьметесь. Возьметесь, canonical убираете. Доработали, canonical убираете. Потому что на огромных сайтах написать контент, это такая нехилая нагрузка на тот же копера или на тот же чат GPT, смотря чем вы пишете этот контент для этих категорий. Причем чат GPT тоже можно использовать, здесь нет никаких зазорных методов, только проверять ему то, что он пишет надо желательно. Если такая сложная проблема, как выбирать приоритеты ошибок, которые вы видите? SEOшник, который неопытный, выгрузит просто все ошибки из отчетов, распишет, как их сделать и отправит вот это все, как есть прогеру. Прогер будет сидеть и смотреть, за что хвататься. Опытный SEOшнику проще отобрать типовые ошибки, то есть которые являются важными. Менее важными отсортировать ошибки, которые являются рекомендуемыми для исправления. И в скриминге это тоже можно сделать. Их можно легко отсортировать. Появилась недавно соответствующая вкладочка, в которой их можно отсортировать по типам и сразу смотреть, где какая ошибка. Но прежде чем будете давать техническое задание прогеру, как я говорил в самом начале, изучите, почему эта ошибка могла появиться. Очень важно, почему она могла появиться. И напишите какие-то рекомендации. Она возникла, вероятно, вот из-за этого. Вероятно, из-за этого. Вероятно, из-за этого. Ну, то есть это приходит с опытом. Поэтому, если вы только начинаете свой путь, неплохо, чтобы у вас был ментор, кто вам покажет, расскажет. Когда вы будете сканировать первый сайт, столкнетесь с ошибками, чтобы он подсказал, как смотреть, где смотреть, почему они так возникают. И, конечно, не забывайте эти все вещи фиксировать и записывать. Поэтому без опыта вам будет сложно нормальное техническое задание поставить прогеру, чтобы он вас понял и сделал работу. Потому что, по моей статистике, только 20% программистов понимают полуслова то, что им говорит SEO-шник по исправлению багов. Ну, если у вас нет возможности работать с ментором или мало опыта, то сервисы эти предоставляют описание ошибок и пути их решения. Они, как правило, условные, обобщенные и, соответственно, вносят лишь какую малую ясность к этому. Ну, а что касается приоритетов, то они также предоставляют различные градации. То есть у вас есть конкретно ошибки, есть предупреждения и есть рекомендации. Соответственно, вы можете примерно на это ориентироваться. Но, как правило, оно не всегда совпадает с реальностью. То есть то, что приоритете может показать скейминфронт, может быть не быть в приоритете при починке вашего сайта. Это уже больше придет к вам с опытом и почек. Как начальная отправная точка, это хороший вариант для того, чтобы на это ориентироваться. Где, как говорится, вот по приоритетам смотреть? Смотрите, у больших сайтов в первую очередь вот вам нужно обращать внимание на ошибки, которые связаны с сайтмапом. Они могут очень сильно подпортить вам картину, если сайт будет у вас плохо индексироваться. То есть вот все, что касается сайтмапа, там вот все серьезно. То есть сайтмап не должен иметь ни битых страниц, ни 301-х страниц. Все, что касается сайтмапа и неканонических страниц, у него должны быть 200-е канонически открытые страницы для индексации. Все. Это правило. Простое правило. Поэтому, когда вы смотрите, первое, что проверить, это все баги сайтмапа. Второе, на что нужно обратить внимание, все баги, связанные с тайтлами, с h1, с дескрипшенами. Именно в таком приоритете. Тайтл, h1, дескрипшен. Смотрите, чтобы сайтмап сам был доступен. А то ссылки-то могут в нем быть доступны, а он сам нет. Это частая проблема, которая при добавлении сайтмапа в Google Search Console, что он просто не просматривается, не индексируется, либо что-то еще. Это обязательно нужно исправлять. Это очень важно. Кстати, да, сайтмап закрытый от индекса, это такая новая фича, с которой мы начали недавно сталкиваться. Никогда не бывало, и вот опять. Из третьих таких, вот тайтл h1, там надо смотреть все. Чем короче тайтл, тем на самом деле лучше, но нулевая длина это плохо. Поэтому тайтлы старайтесь сделать так, чтобы они вписывались где-то в 60 знаков. Да, иногда это невозможно, когда название товара огромное. А если оно слишком огромное, постарайтесь, чтобы потом важные слова были вот слева. Самые важные. Потому что в мобильной выдаче оно не будет тогда понятно, что это такое. Иногда бывает, наоборот, название компании, название товара. И так все тайтлы с названия компании начинаются. H1 аналогично. H1 тоже должен быть написан понятно. Еще бывает такой нюанс, я видел однажды, когда H1 написан капсом, и он таким капсом выводится, добавляется в тайтл. Я, конечно, такое видел, один раз всего лишь, но такое видел. Еще любят делать несколько H1 на одной странице, которая тоже, мол, мол, типа H1. Это тоже классическая ошибка по какой-то причине. Люди считают, что чем больше H1 из 30, тем круче, хотя же H1 должен быть один на странице и все. Да, не верьте Джону Мюллеру, H1 должен быть один. Он говорил сколько угодно, неправда, не верьте ему. Здесь как раз вот без вариантов. Третий тип ошибок, который вот мы сегодня уже как раз проговорили, это вот контент. Когда нет контента, когда его дубли, или когда он там с ошибками, орфографическими ошибками. Для больших сайтов это особенно критично. Да, когда у вас, ну не знаю, там 90% страниц с такими поломками, ваш сайт будет очень отвратительно индексироваться. Очень. Отвратительно будет показываться. Нельзя выехать за счет того, что вы сделали миллион страниц, и у вас там тысяча страниц оптимизировано, а вот остальные там 999 тысяч, условно говоря, не оптимизированы. Вот. Это не работает. То есть, чем больше у вас сайт, тем больше требований у поисковой системы к вашему ресурсу. Вот. Больше требований. И любой технический баг, допущенный вот один, создает эффект лавины, и этот эффект лавины фактически хоронит ваш сайт, и он не продвигается. Как правильно сказали, все, что вот это я перечислил, сайт-мап, тайтлы и контент, это все влияет на ключевой параметр индексации страниц. Проблемы с контентом сделают так, что Google половину контента посчитает дубликатом и не будет индексировать. Отсутствие тайтлов, он не будет понимать, по каким ключевым словам этот контент ранжировать. Тайтлов H1 или неправильно написанный тайтлов H1. А сайт-мап, если у вас пропущен, то он вообще нормально сканироваться не будет. То есть сам процесс сканирования будет нарушен. Googlebot, в первую очередь, доверяет сайт-мапу, доверяет внутренним ссылкам, доверяет внешним ссылкам. И иногда, может, он заблудится, гуляя по вашим внутренним ссылкам, если у вас траблы с сайт-мапом. Мы также еще не говорили о скорости сканирования. Это тоже важный параметр, потому что, если вы сканируете свой сайт, допустим, это ладно, но, к примеру, это ваш проект, вам нужно сканировать другой сайт, соответственно, у него может быть защита, и, скорее всего, вы не сможете его сканировать, допустим, в 5 потоков или 10 потоков, потому что вы сразу попали на 403, 429 ошибки и так далее. Хотя сканирование у вас будет идти. Вы будете смотреть, думать, как хорошо он сканируется, но потом, когда вы откроете свой отчет, увидите, что там все ошибки 404, 403 и так далее. Но скорость, как правило, это оставляет одна страница, где-то в 2 секунды, одну секунду, тогда сканирование таких сайтов проходит нормально. Ну и опять же, может быть такая вероятность, что вам понадобится фейковый бот, и вам нужно будет указать, что вы Google бот, либо Bing бот, либо еще какой-то, потому что часто просто сайты не пускают скринминг бота, к нему просто блочен. Ну, самый оптимальный вариант это договориться с пройгером, чтобы он на хосте разрешил какому-то вашему айпишнику, можно юзер адженту, то есть там есть оба варианта. Он может фактически добавить ваш айпишник и разрешить ему делать все, то есть не будет срабатывать фейервол. И он может добавить отдельный юзер аджент. Вы можете придумать юзер аджент, назвать его там пушистый песик, условно говоря, латиницей, и сказать, вот это мой юзер аджент. Там же можно любой написать скринминг фрогер. И знать фрогера, вот именно с этого юзер аджента я буду стучаться. И он может разрешить ему. Таким образом, тогда большой сайт будет сканироваться без 429 ошибки, когда вас просто блочат. Да, если вы поймали 429, сразу останавливаете скан, потому что у вас скан не получится. Потому что большой сайт, когда вы сканите, если вы нахватаете 500-х, 429-х, у вас отсканится там процентов 10 нормально, а остальное просто мусор будет, и он будет у вас висеть, и вы не сможете сделать нормальный аудит. Да, вы не поймете просто эти ошибки, потому что они сразу идут в ошибку, грубо говоря, там 500-х или 400-х, и все, и больше никаких других очеток об ошибках он не засветится. Эта страничка не появится. Ну, по факту, да, он вас просто не отрендерит, не соберет с нее всю информацию и не сохранит, и не проанализирует. Просто у вас она будет отдаст ошибку. Есть еще, конечно, способы, с которыми вы можете столкнуться при сканировании огромных сайтов, но этот все равно приоритетный, когда вы просто вот все настроили и запустили. Есть другой способ, когда у вас сайт закрыт от индексации. Большой магазин, закрыт от индексации, его вам надо просканить. Не забудьте соответствующие настройки сделать в конфигурейшене. Можно ему скормить список всех внутренних страниц, и чтобы он по ним погулял. Но лучше, конечно, просто разрешить ему гулять по страничкам, которые на у индекс. Тогда он вам просканирует. Да, но если у вас сайт закрыт от индексации, как правило, это делается в робот, вы можете просто в настройках спайдера указать, что он don't respect робот, и все, он будет сканировать так, как вы посадите открытый. Но при этом он вам будет отображать, что заблокировано в роботе, что не заблокировано. То есть никак не повлияет это на ваш отчет. Еще из таких вот важных проблем, с которыми можно столкнуться при сортировке багов по ошибкам, их, условно говоря, можно поделить на те, которые делаются только программно, где, которые делаются программно в кооперации с SEO-шником, и есть те, которые делаются контент-менеджером. Ну, то есть их можно, условно говоря, поделить вот на такие три ключевых типа. Те, которые делаются в кооперации с SEO-шником, чаще всего, это прописание тайтлов, где он поломанный, где он некрасивый, где он ошибочный. SEO-шник может сгенерировать другой шаблон, если это огромный сайт, либо для отдельных страниц написать остальные тайтлы руками, подобрать подключенные слова, нужные тайтлы, H1, всю эту информацию. Там, где у вас будут проблемы с контентом, здесь однозначно нужно подключать контент-менеджеру, который будет заливать свеженаписанный контент на все эти страницы. Да, это такая долгая работа по внутренней оптимизации, потому что сайты огромные и реализация этих ошибок может растянуться на месяцы. И здесь вот самая любимая фишка всех заказчиков, всех клиентов, это то, что они думают, что они сейчас уходят на исправление ошибок и не занимаются оптимизацией. Я могу сразу сказать, оптимизация большинства сайтов проходит иногда месяцами, годами исправления этих ошибок, которые есть. Более того, ошибки могут появляться со временем. Если вы не занимаетесь другими работами, например, помимо внутренней оптимизации, еще и внешней оптимизации, то фактически вы стоите на месте, а ваши конкуренты движутся вперед. Поэтому эти работы нужно сочетать, как внешнюю оптимизацию, так и работы постоянной по внутренней оптимизации. После исправления нет гарантии, что у вас не появится что-то новое на сайте. Вы будете исправлять один отчет полгода, при этом вы уже надеете новые ошибки, которые тоже надо будет исправлять. И поэтому рекомендация владельцам больших сайтов после проведения аудита не посыпать голову пеплом, не говорить, что все, мы уходим на такую заморозку глубокую, гибернацию, мы будем все это исправлять, потом отчитаемся по исправлениям. Нет, на самом деле оптимальный вариант – это выстроить работу по исправлению багов, по приоритетам. Например, можно использовать трейл, можно использовать какой-то внутренний задачник, какой вам нравится. Трейл мне нравится, он удобный, на самом деле, для внешних сотрудников. Вы создаете доску, в которой закидываете активные задачи, задачи, которые выполнены. Задача в том, что у вас стала проверена SEO-шником, и, условно говоря, после проверки оно либо возвращается в доработку, либо перекидывается в данный. Таким образом, можно разбить весь технический аудит, условно говоря, на микрозадачки. Эти микрозадачки закинуть в трейл, поставить им сроки, поставить им приоритеты, и выполнять их по мере работы, пока работают SEO-шники. Как только оно перемещается на проверку, SEO-шник заходит, проверяет исправленные баги, говорит «прекрасно» и перемещает. Либо «непрекрасно», тут у вас что-то забылось. Таким образом, ваш технический аудит, который вы сделаете, его нужно разбить по блокам и продолжать дальше заниматься другими делами. Поверьте мне, у вас может оказаться абсолютно разный аудит. Где-то у вас нагрузка упадет на прогеров, где-то нагрузка упадет на контентщиков, где-то нагрузка упадет на тех, кто заливает карточки товаров. У вас может такая быть ситуация. Допустим, у альты его изображение не прописано, а это название товаров. Нужно название товаров прописать. Либо это сделать программно, либо это делать руками, в зависимости от того, какая у вас система управления контентом на сайте. Поэтому рекомендация моя будет основная. Это то, что нельзя останавливать продвижение, но работу по исправлению этих ошибок распределить так, чтобы она вырабатывалась на потоке. Вот на потоке. И SEO-специалисты занимаются тем, что проверяют потом выполненные задачи. Иногда, по факту, большие сайты могут исправляться реально месяцами. Вот месяцами исправили, 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 исправили. Проверьте. Вот так будет вестись диалог. Когда вы работаете со сканом, самая любимая проблема – это когда вас просят проверить ошибку. Пересканируйте сайт, пожалуйста, снова. Особенно сайт с сотнями тысяч страниц. Это очень удобно. На самом деле большой рескан нужно делать после исправления большей части критических багов. Для того, чтобы проверить, выполнена ошибка или нет, на самом деле вы должны использовать как раз другие инструменты, чтобы быстро, блиц, проверить эту ошибку, исправлена она или нет. На помощь этому как раз и приходит, что можно проверить именно нужные тебе страницы, используя типа мод не спайды, а листы, и добавить нужный список страниц, которые были уже исправлены, и проверить ушлание. Если эта ошибка была одна для сотни там страниц, и, соответственно, на одной странице она уже ушла, то, соответственно, можно остальное не сканировать и понимать, что это ошибки уже нет. Ну да, получается, можно же просто выбрать мод, мод, лист, и как раз, да, можно просканить просто определенные баги. Да, что не сканировать или сайт целиком, потому что никаких ресурсов не хватит. Но для этих целей создавайте как новый скан, это важно, новый скан, чтобы старый скан у вас сохранился, чтобы вы могли его в любой момент открыть и посмотреть, что было и что произошло. Да. Очень удобно в этом плане как раз сочетание сервисов Screaming Frog и тот же Serankin. Большие баги, найденные в Screaming Frog, они же могут частично показываться и в Serankin. Он не сканирует пусть даже весь сайт, но баги он те же самые может увидеть. Можно там пересканировать, он небольшой пол страниц прочешет и может сказать, да, бах реально исчез. Такое тоже возможно. Из напутствий, на что я могу вам сказать, что как работать со сканом больших сайтов, можно перечислить на пальцах. Это мощный компьютер, стабильная скорость интернета. Если у вас интернет, вы сидите, у вас она очень слабая, сканирование будет очень проблемным. То есть чем толще у вас канал интернета, тем лучше. Главное, чтобы он был стабильный без перерывов. Большой жесткий диск, умение работать с Excel. Да, именно умение работать с Excel, потому что вы должны выкачивать эти отчеты в Excel, смотреть, фильтровать, искать причину ошибки, выписывать ее и систематизировать задачу для прогера. Правильный выбор времени, еще скорость сканирования обязательно. User Agent разрешать не забывать. Нужный либо IP-шник свой давать в белый список, чтобы он не мешал сканированию. Ну, из важных моментов мы как раз вот помянули, это микроразметка. Вот микроразметка, самое интересное, что ей мало уделяют внимания при составлении технического аудита. Максимум посмотрят 3-4 страницы и говорят, вот у вас вот микроразметка так-то, так-то. Для малых сайтов это работает. Маленькому сайту можно даже не париться, просто посмотреть в валидаторе микроразметки, типовые страницы и все, и радуйся, и все хорошо. А на больших сайтах микроразметку можно наловить абсолютно разную, потому что иногда типы страниц могут быть очень сильно разнообразными, как бы ни казалось это странным, иногда можно поймать разные. У меня был сайт, у которого был и новостной раздел, и блоговый раздел, и раздел с карточками товаров, и с категориями товаров, и с страничкой автора, и все, что угодно. Достаточно такой большой был сайт. Когда делали тех, я помню, что микроразметку, я так вроде посмотрел, а пропустил вот этот раздел с новостями, а он спрятан, он просто спрятан был. И я такой думаю, как? А его нужно было найти. Вот при сканировании его, как мы сегодня говорим, это бы сработало, мы бы нашли эту ошибку, нашли бы, где там была микроразметка криво поставлена. Ну и еще самая популярная ошибка, которую вы, скорее всего, скриминфрогом не поймаете, да, скорее всего, вы ее не поймаете, ее можно поймать только, ну, как говорится, на глаз. Это когда у вас контент генерируется через JavaScript. Я не знаю, по-моему, скримингом это не поймать. Я думаю, что это можно поймать, знаешь как? Так, если выключить рендеринг JavaScript'а в скриминге, то ты свои страницы можешь получить с пустым контентом или low-content page. А, кстати, да, точно. Если сканировать с отключенным JavaScript'ом, я даже, может быть, порекомендовал бы реально делать скан с отключенным JavaScript'ом. По одной простой причине... Ну, что, если так и вряд ли, что ваш контент на самом деле не подзагружается. Google вас, соответственно, не видит. То, что вы идете в многое со временем, это, конечно, хорошо, но Google не нажимает на Java элементы и прочее. Соответственно, если ваш контент не подгружается, HTML'ом обычно, то вероятность того, что он вас проиндексирует нормально, крайне низко. Ну да, я как раз по этому поводу говорил. У меня вот будет скоро серия видео на канале. Я как раз говорил, что сайты, которые сделаны с динамическим контентом, то есть, которые генерируются скриптом, аяксом, там, чем угодно, это все происходит генерация на стороне клиента. И на стороне клиента появляется тот или иной контент. Поисковая система его попросту не видит, потому что его изначально как бы нет. По поводу микроразметок больших сайтов, в первую очередь, на что бы я обратил внимание, это карточка товаров. Здесь нюанс в том, что никогда не надо ограничиваться ее количеством, то есть прописанных полей. Чем лучше она у вас прописана на сайте, тем лучше будет для индексации огромного пула страниц. То есть, если вы просто сделали продукт, там, цена, наличие и все тому подобное, это ерунда. Если вы зацепите характеристики туда, зацепите описание, все фотографии зальете туда, рейтинги, бренд укажете, СКУ номер, покажете это все в микроразметке, вероятность, что ваш пул из миллиона страниц полностью просканируется, будет выше, чем если этого пула не будет. Потому что Google затрачивает дополнительные ресурсы на анализ этого контента, который есть у вас на страничке карточек товаров. Да, именно в этих больших магазинах, именно в микроразметке продукт, чаще всего встречаются вот эти проблемы. Казалось бы, типовая страница, но из-за того, что один товар заполнен, другой не заполнен, третий есть в наличии, а уже его нет в наличии, и все это в микроразметке остается. Из-за этого у вас куча ошибок получается, хотя оказалось бы, одна и та же микроразметка из всех страниц. И, соответственно, вы получаете огромное количество проблем, и ваши отчеты по ошибкам микроразметки растут в геометрической прогрессии. Все благодаря карточкам товаров, которые вы заполнили косо криво, а где-то не заполнили. Да, поэтому, скорее всего, рекомендации будет помимо скана большого сайта, но, может быть, даже параллельно, пока идет сканирование, просто зайти и посмотреть типовые странички. Вы садом можете на паузу даже поставить и посмотреть уже отчеты, которые есть, но чтобы не сканировать. Может, вы поймете, что уже есть, что исправляете, вам можно даже не дисканировать, потому что у вас пул работы огромный. Да, кстати, так и есть. То есть можно просто приостановить, посмотреть всплывшие баги. Иногда бывает там 10% скана достаточно, чтобы понять типовые баги, можно уже их расписать и потом дальше продолжать сканировать его остальные дни. И уже работать, то есть как бы, чтобы не простаивать, потому что никто сайта можно неделю сканить. А так потихоньку будете в задачах отправить и распределять их, как правило, тоже. Ну, из важных таких вот моментов, которые я бы хотел затронуть, наверное, в качестве выводов, Screaming Frog, Must Have, какие-то дополнительные сервисы по желанию, веб-сервисы для проверки, веб-тулы для проверки тех или иных видов той же микроразметки, даже банально уникальности контента тоже, это все тоже Must Have, у вас должно быть под рукой. Поэтому хороший SEOшник должен иметь у себя арсенал из веб-сервисов, которыми он пользуется, скриминга, мощного компьютера, ну и, соответственно, желательно опишки себе зарегистрировать для того же пейдж-спида, потому что без опишек пейдж-спида, ваш анализ пейдж-спида скорее всего будет проходить в формате я зашел, проверил пейдж-спид одной странички и все хорошо. А может оказаться, что среди миллиона страниц 10% страниц имеют просто отвратительный пейдж-спид и тянут ваш сайт на дно. Да, может быть такое. Ну, кстати, плюс веб-сервисов, то есть если Screaming Frog, допустим, тащит информацию по API из Google Pagespeed Insights, то C-Ranking, например, отображает страницы, которые медленно загружаются, исходя из времени загрузки, это тоже очень важно. Вы можете понимать, с каких страниц вам нужно начать по-любому. Он выделяет их в отдельную ошибку. Ну, просто если у вас программиста под рукой нету, то данные, которые вытащил почти один сайт, скорее всего, вы можете не понять, либо у вас возникнут какие-то проблемы при работе с этим. А когда вы идите по страничке, не написано, что вот она плохо загружается, иногда это намного легче и понятнее, чем вся эта выгрузка. Поэтому такие плюсы у веб-сервисов тоже присутствуют. Да, это правильно. Кстати, по поводу скана огромных сайтов, еще такой вот у меня вот вспомнился момент, это когда у вас есть сайт, например, сайт обмена валют, сайт какой-то курса валют, в котором есть огромное количество повторяющихся страниц между собой. Когда мы умножаем одно на другое, у вас получается огромное количество страниц. Добавляем языковую версию, умножаем все это количество на еще такое количество страниц. Да, становится страницей какого-то конвертера валют или криптовалют. О, там все. Да, и ваш сайт вроде бы маленький, но с одним таким инструментом распухает до огромного количества, его сканирование затягивается. Поэтому, если у вас попался такой сайт для анализа, я бы рекомендовал бы в настройках Screaming Frog сделать просто при сканировании, запретить ему сканировать вот этот тип урлов. То есть, если у них какой-то тип урлов вот такого типа, можно их запретить сканировать, игнорировать урлы такого типа в скане. Таким образом, вы просканироваете весь сайт, допустим, который маленький. Ваш сайт, по идее, маленький, но он большой, потому что у него есть пул вот этих умноженных страниц сами на себя. А потом от этих страниц отдельно просканировать, ну, чтобы у вас аудит основного сайта, мягко говоря, без этого инструмента. Можно даже просто будет выгрузить и списком просканировать, и все. Да, а потом просто отдельным списком все эти собрать урлы и отдельно просканить, чтобы ваш анализ небольшого проекта не растянулся до огромного количества урлов. Ну, например, сканирование списком есть небольшой минус. Когда вы сканироваете списком, вы не видите уровень вложенности страниц, потому что уровень вложенности страниц – это тоже важно, но при сканировании полком вы понимаете, сколько нужно кликать для того, чтобы добраться для определенной страницы. Если вы сканируете списком, у вас всегда будет вложенность 0. Вы должны понимать, что это вы здесь не видите. Да, как измеряется вложенность? То есть он от главной страницы просчитывает самый короткий путь до этой страницы по внутренним ссылкам. Когда вы будете в нам работать, это одна из ошибок, которая есть. Уровень вложенности только для больших сайтов. В маленьких сайтах обычно этой проблемой, это редкость. Да, они не страдают. Когда у вас уровень вложенности заваливается за пятерку, за шестерку, это значит, что товары находятся очень далеко просто друг от друга. То есть пятерка, шестерка – это серьезная проблема. И обычно она прогеру не дается на доработку. Она дается как раз SEO-шнику, чтобы он сел, подумал, как создать такую страничку, какой-то тег, какую-то категорийку, чтобы на нее можно было попасть, на вот эту страницу. Иногда недостаточно просто сделать меню с фильтрами. Иногда нужно добавлять какие-то уловки в виде тегов, в виде дополнительной HTML-карты сайта, например, как делает OLX. OLX – карта сайта внизу. Вы забираете там список городов, список категорий, и для того, чтобы это все чудо индексировалось, они делают такие HTML-карты сайта. – Перевинковка с помощью различных блогов с этим товаром также покупает, также может заинтересовать то-то, то-то и тому подобное. – Да, 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 да. Вот в категорийных страницах еще делают такую штуку очень полезную. Это популярные запросы. И популярный запрос является тегом на попадание на конкретную страницу, посадочную. Она должна быть не фильтровая, а посадочная страница, с которой можно попасть на другие типы товаров, которые вот отфильтрованы. То есть таким образом тоже достигается уменьшение вот этого числа переходов. Допустим, у вас какие-то штаны, которые невозможно найти, они находятся где-то далеко. И вот для того, чтобы найти эти штаны, вам нужно делать такую серию фильтров, чтобы попасть на эти штаны. Проще создать сразу такой статичный фильтр, на которых эти штаны будут находиться. Штаны с флисом черные какие-то такие. Если его гуглят реально, то есть такой запрос популярен, можно такую теговую страничку создать. – Ну да, вы можете делать много пересечений, но для индекса открывать только те, у которых есть трафик, и все. Чтобы не плодить лишние страницы. – Да, и самое главное – это этот отчет зомби. Не забывайте, что все, что у вас имеет зомби-трафик, мы про это в видео говорили, зомби-страницы. За те, которые за год не принесли никакого трафика вообще. То есть туда не заходили люди на эти страницы. За целый год. Скорее всего, не нужны. Их можно закрывать от индексации. А если по-честному, можно некоторые даже и удалять. Если они вообще за год не принесли никакого трафика на ресурсы. – Да, но только так, чтобы неоплотить 404-х или еще чего-то. – Да, удалять тоже осторожно, не забывайте об этом. Перед удалением проверьте, есть ли на эту страничку другие входящие ссылки. То есть если они есть, значит надо будет думать с редиректом. Или найти их и поудалять еще в этих страницах эту ссылку. Самый простой способ. Перед удалением ссылки нужно пройтись по отчету InLinks, выбрать этот список, найти эту ссылку, удалить ее в коде и потом удалить саму страницу. Наверное, самая популярная ошибка, которая еще напоследок, чтобы аудитория была не скучной, думаю, это ссылки с слэшем, ссылки без слэша. Это, наверное, самая популярная ошибка, когда у вас все странички имеют в конце слэша, иногда вы при настройке какого-то фильтра сделали так, что у вас образуются ссылки без слэша. И у вас просто гигантский отчет по 301-м редиректам. Гигантский. Да, Google, кстати, не любит сайты, у которых очень много редиректов. Да, кстати, внутренние ссылки желательно изучить отчет по 301-м редиректам. Вот это вот такой тоже нюанс. Вот если у вас есть много редиректов внутри сайта, просто посмотрите InLinks этого отчета, понаходите эти ссылки и замените их на 200-ю версию этой страницы. Это самая муторная задача. Я даже не знаю, кому ее давать. Прогеру, если это автоматизировать можно, или контент-менеджеру, чтобы он сидел и просто открывал эти страницы, находил, удалял, ставил правильную. Можно скрипт, наверное, написать, который в коде найдет все эти страницы и заменит один на другой. Если так вот из выводов, думаю, мы сегодня все проговорили. Я думаю, эта рубрика зайдет, люди будут на нее подписываться. Поэтому не забывайте слушать нас, задавать вопросы. А вопросы можно мне задавать в Ютубе. В Ютубе у нас есть сообщество. Там будет как раз опубликован этот тоже подкаст. Можно зайти, позадавать вопросы. Мы на них ответим, это не сложно. И если у вас есть идеи для продолжения нашей кузни, какие идеи, что можно задавать вопросы, мы вот как раз их проговорим. Мы будем стараться говорить максимально понятным для SEO-шников языком. И думаю, вам этот формат понравится. Всем спасибо и рад был, что вы нас дослушали до конца. Нам всем пока.